Загляните поглубже в свою память и вспомните, кого в тылу охраняли наши предки, когда шли защищать свою Родину, когда на нее нападали враги. Оставляли в тылу кого? Своих. Не торопитесь. Женщины шли защищать Родину наравне со своими мужьями. Не торопитесь. Детей, хорошо. Какие дети? Конечно же. Пусть и Зеницога наши предки хранили свои девственницы. А почему? То, что я буду сейчас рассказывать, относится как к ребятам, так и к девушкам. Девственность есть и мужская, и женская, но то, о чем я буду говорить, в большей степени относится к женщине. Это у нее ярче выражено. Оказывается, в определенном возрасте у девчонок, начиная с 13-14 лет, а сейчас в зарегистрированном случае гораздо раньше, в ее сознании зарождается образ, образ ее будущего суженного. А вместе с этим образом в ее сердце к нему рождается любовь. И она начинает любовью согревать того, кого она видит в своем сознании. Но если у девочки зародился образ, то этот парень реально существует в этой жизни. Он тоже рожден, и он уже взрослый, готовый для встречи. Но с этим парнем никогда ничего плохого не случится. Он не сопьется, он не будет колоться, он не попадет под машину. В его жизни все будет складываться хорошо. И с учебой, и с работой. Почему? Да потому что где-то есть девственница, которая его любит. И своей любовью она его хранит. Наша женщина любовью способна хранить того, кого она любит. А посмотрите на сегодняшний день. Девственность у нас, что мужская, что женская, поругаемая. Сейчас все чаще стали показывать по телевизору передачи, где девочкам говорят о том, что нет принца на белом коне. Девчонка, которая посмотрит такую передачу, подумает, а может быть действительно нет. И отказывается от образа. Но отказавшись от образа, она разрывает полевую связь. Теряется контакт. И этот парень теряется в жизни. Эта девочка теряется в жизни. Они потом, может быть, он может быть женится на ком-нибудь. Она, может быть, кого-нибудь себе разыщет, выйдет за него замуж. Они попытаются создать семьи и начнут рожать детей. И пытаться этим детям рассказать о любви, которую сами потеряли. Такие семьи крайне нестабильны. Они очень быстро распадаются. Но женщина и мужчина внутри себя все равно продолжают ощущать, что есть тот, с кем по-настоящему они могли бы быть по-настоящему счастливы. Но в нашей стране нет ничего невозможного. И если эти люди своей любовью согреют тот образ, который в себе слышат, то вернуть этого парня, этого мужчину, эту женщину можно. Конечно, это будут уже не такие радостные и весёлые встречи, потому что люди претерпели определённые трудности в жизни. И, естественно, у них уже свой горький опыт. Но, тем не менее, это возможно сделать в нашей стране. У нас наша русская женщина и огонь, и воду, и медные трубы всё может преодолеть. Для этого ей дано это высокое чувство любви. Стоит вам только, девочки, об этом крепко задуматься и пробудить в себе то, что в вас пытаются погасить. Те, кто это делает, называются тушителями великого народа русов, задумываясь над тем, что происходит. Девочка, которая ждала своего суженного, а, я не договорила о войне. Так вот, когда наши предки шли защищать Родину, они оставляли девственниц с тылу. Почему? Потому что девственница всегда считалась самой сильной женщиной в роду. Её девственная любовь не имела границ. Это безграничное, самое чистое, самое яркое чувство, которое есть у женщины. Так вот, девственницы в тылу любовью охраняли тех, кого любят, свою мать, своего отца, своих братьев и сестёр, своих суженных. И люди с фронта возвращались живыми, без потерь. Нигде в мире такого больше нету. Только у нас женщина из смерти может вытягивать своей любовью. И это делают и по сегодняшний день даже спящие наши красавицы. А представляете, если вы все проснётесь, то у вас тут же пробудется это чувство, очень мощное и сильно. Вы каждая встретите своего суженого, и каждая будет счастлива по-настоящему. И снова засияет этот мир по-новому, так, как это было когда-то. Девушек, которые ждали своих суженных, называли вот так. Их называли «Веста» от слова «Весть». Когда девочка мечтала о своём будущем, о счастливом будущем, она творила историю своего рода. А девственность было много, и вместе они творили будущее, светлое будущее своего народа. Они несли благою весть своему народу. А у нас сейчас кто? Невеста. И посмотрите, как давно. Невеста — это та, которая не ведает, которая не несёт благую весть. Так вот, наши девочки, я хочу, чтобы вы из невест превратились в вест, становились вестами. Субтитры подогнал «Симон»